Уроки по изучению Библии Авраам возвращался как счастливый победитель царей Месопотамских, на которых напал ночью и отбил у них племянников, жителей Содома и Гоморы, а среди них и своего племянника Лота. Победить спавших было нетрудно, но с наступлением дня и при возвращении к своему шатру Авраамом начинал овладевать страх о возможных последствиях его похода. И тут Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Читаем мы в книге Бытие, глава 14, стихи с 18 по 20. Эта встреча, благословение и нужная пища подкрепили и ободрили Авраама. Давид во время восстания Ависсалома, сына его, поспешно бежал из Иерусалима с небольшим отрядом наемных солдат — хелифеи, фелифеи и гифяне. Умнейший из его политических советников Ахитофил и чуть ли не все войско оказалось на стороне Ависсалома. Сказано в Библии, что когда Давид пришел в Маханаим, то Ависсалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Вторая книга царств, 17 глава, стих 24. Беглецы терпели нужду в пустыне, а в Маханаиме не было больших запасов. Но произошло неожиданное. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сына Нааса из Раввы Амманицкой, и Махир, сын Амила из Ладовара, и Верзилий, галаодитянин из Руглина, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо, говорили они, народ голоден и терпел жажду в пустыне. Вторая книга царств, глава 17, стихи с 27 по 29. Пророк Илья на горе Кормил фактами доказал народу, что не Ваал, а Господь, Иегова, является Богом всей земли. Он повелел народу поклоняться Господу и истребить морочивших им головы пророков Ваала. Царь Ахав держался с народом и не возражал пророку, но царица Иезавель, насаждавшая курт Ваала, поклялась убить пророка Илью. Пророк Илья испугался и бежал в Иудею, а из Иудеи в пустыню. Усталый и голодный он сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. Лег и уснул, пробудил его толчок, но не смерти, а ангела Господня, который говорил «Встань, ешь!». Возле Ильи оказался опреснок и кувшин воды. Подкрепленный чудесной пищей, Илья шел сорок суток от горы Харива, где познал, что не в буре, не в землетрясении, не в огне, а в тихом веянии пребывает Господь, и получил откровение об участи Израиля и других народов. Об этом мы читаем в Третьей книге царств, глава 17, первые два стиха, глава 18, 46 стихов этой главы, а также 18 стихов следующей, 19 главы. Мардахей в Сузах, престольном городе Персии, сидел у царских ворот как нищий, но считал недопустимым кланяться как богу, временщику Аману. Последнего это оскорбило. Он посоветовался со своими друзьями, приготовил дерево высотою в пятьдесят локтей и пошел к царю за разрешением повесить на этом дереве противного Мардахея. Амана царь встретил вопросом, что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Надеясь, что эта почесть ожидает его самого, Аман предложил, чтобы такого человека одели в царскую одежду, украсили царским венцом, посадили на царского коня, поручили первому в царстве князю вывести такого человека на городскую площадь и провозгласить. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. К изумлению и ужасу Амана царь повелел ему, «Точишь же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею Иуденину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». Книга Исфирь, пятая глава, стихи с восьмого по десятый. Враг оказался вынужденным приготовить трапезу тому, кого ограждала милость Божья. Подумаем также о трапезе Господней. Пророку Исаии было открыто, что на горе Сионе Господь Саваоф сделает трапезу не только для избранных, но и для всех народов. Двадцать пятая глава его книги, стихи с шестого по девятый. Там удалятся скорби, снимется поношение, люди познают и прославят своего Искупителя. Полное исполнение этого пророчества возможно наступит в недалеком будущем, а частично совершается от дня распятия Христа на Голгофе до настоящего времени. Тогда и там Никодим уразумел слова Христовы. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. И Никодим смело принял деятельное участие в снятии тела Христова со креста и в достойном погребении. Об этом мы читаем в девятнадцатой главе Евангелия от Иоанна с тридцать девятого по сорок второй стихи. Вечеря Господня, преломление хлеба и трапеза Господня — это три названия для одного и того же действия, когда члены Церкви Христовой вспоминают и возвещают, что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, что Христос для нас — это хлеб жизни, а Дух Святой — источник воды живой. Это самая благословенная трапеза для овец Христовых. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok